Шутят, что мир делится на две противостоящие категории людей Собачников и кошатников Едва ли в данном случае уместно сравнивать несравнимое И спорить о том, какое животное лучше Но случается так, что на репутацию некоторых пород наших четвероногих друзей падает тень В сегодняшнем сюжете мы поведем речь о собаках, на которых незаслуженно стоит клеймо Особо опасен Предком стафаршистского терьера в прошлом назывался американский питбультерьер Порода, выведенная в США для боев с сородичами Собаки, противники перед боем обязательно мылись хозяином противника То есть если наши с вами собаки, мы решили их потравить, выставить на бои Значит я мою вашу собаку перед боем, вы моете мою собаку перед боем Для чего? Для того, чтобы собака не могла быть намазана какими-то отравляющими средствами Для того, чтобы она не имела преимущества Моя перед вашей, ваша перед моей Соответственно характер собаки должен быть такой, чтобы любой посторонний человек Мог его взять, естественно без всякого наморника, без поводка, без каких-то дополнительных средств контроля Засунуть его в тазик с водой, помыть Более того, как бы человек мог лизнуть собаку для того, чтобы убедиться, что она не отравлена Или могли быть специальные люди, которые лизали собак перед боем Для того, чтобы убедиться, что собаки не отравлены Чтобы разнять дерущихся собак, приходилось придушивать их поводком Использовать специальные челюстные разжимы В оскаленную пасть пикбультерьера также лез хозяин собаки противника Когда ты снимаешь чужую собаку со своей, для того, чтобы как можно меньше увечья было на твоей собаке Ты делаешь это максимально качественно Ты не жалеешь чужую собаку, ты стараешься отнять ее максимально быстро, жестко И не думаешь о том, насколько ты делаешь неприятно чужой собаке И если бы эта порода на самом деле была так агрессивна Собака попросту не допустила бы к себе чужого человека Философия боя подразумевала битву со спортивным интересом при полном отсутствии агрессии Собаки не должны были драться со злобой Они дрались, как истинные бойцы в рингах люди Они дрались с интересом, но без агрессии Потому что агрессия, эмоции всегда мешают Когда собачьи бои запретили, порода была переименована в американского стафарширского терьера И зарегистрирована в Международной кинологической организации Миф об их кровожадности развился из определения бойцовой собаки Такое словосочетание звучит достаточно кровожадно Для тех, кто не знает историю породы и особенности ее характера В 90-х годах стафы стали популярны среди криминальных авторитетов Которые умышленно воспитывали и поощряли в этих собаках злобу и жестокость Единичные случаи, растиражированные средствами массовой информации Поставили клеймо на добропорядочную породу Я очень много лет занимаюсь дрессировкой собак И скажу, что приходится сталкиваться и с агрессивными лабрадорами И с агрессивными голденами И с агрессивными собаками многих других пород Однако, если кому-то рассказывать, что у нас здесь на площадке жил агрессивный лабрадор Который перекусал несколько семей Перекусал очень серьезно Были значительные дырки, которые требовали медицинского вмешательства Собака угрожала реально жизнью и здоровью людей Никому это не интересно И они говорят, да вы что, да лабрадор, да не может быть А если случается какая-то ситуация с американским стаффоршистским терьером Или питбультерьером То есть собаку, которую можно назвать бойцовой Значит, этот случай будет крутиться неоднократно по всем каналам, по всем газетам Чтобы помочь стаффордам, которые попали в беду Два года назад в Минске была организована Амстав-команда Люди совершенно разных возрастов и профессий Объединились для достижения единой цели Доказать окружению, что стаффи и питбули верные и добрые собаки Ну и, конечно же, для того, чтобы помочь им найти новый дом Я и еще две девушки Мы как бы решили, что помощь бойцам крайне необходима Потому что на улице к ним относятся хуже, чем к каким-либо представителям собачьего мира Это адекватная собака в адекватных руках И с одной стороны нужно принять какие-то меры Для того, чтобы сократить вероятность того, что эта собака попадет в неадекватные руки Нужно вести нормальную просветительскую работу по отношению к этой породе Найденных и выкупленных у фауны города псов Они лечат, кормят и полностью обеспечивают всем необходимым за свои средства Среди этих людей нет олигархов и золотой молодежи Они такие же, как и мы с вами Разве что их сердца не закрыты для помощи и сострадания Собаки попадают в Минске в команду Это в первую очередь собаки, которые попали в реальную беду То есть, допустим, если звонят люди на наш командный телефон И говорят, здравствуйте, вот мы на улице, собаку сбила машина Это там боец или став или пид Мы мчимся туда, не важно, это утро, ночь или что это Все заняты, но не важно В таком случае мы собаку забираем Стофорширские ферьеры с человеком добры, как коты Это крайне выносливые, верные и энергичные собаки С богатой мимикой, живым умом и внутренним достоинством Они улавливают малейшие перемены в настроении хозяина Дружелюбны, легко поддаются дрессировке В дополнение к благородному, сильному характеру Прилагается удивительно тонкая интуиция и умение безошибочно чувствовать опасность Стофорширские ферьеры обладают безграничной волей к победе И желанием угождать хозяину Вот почему важно уделять этому виду собак так много внимания, насколько это возможно Такого пса необходимо воспитывать, заниматься им Ни в коем случае не пуская этот вопрос на самотек Именно тогда собака станет верным другом, защитником и полноправным членом семьи Мы, Амстат команды, я в частности, пропагандируем американского стафтерьера В первую очередь как спортивную собаку, как собаку-компаньона Я могу сказать прямо, честно и откровенно Что если вы хотите завести собаку, которая будет с вами рядышком лежать на диване Смотреть телевизор, то есть покушать, поспать Если вы ведете спокойный образ жизни, американский стафарширский терьер не для вас Американский стафарширский терьер – собака для человека, ведущего активный образ жизни Потому что эта собака – это комок энергии В идеале дрессировка собак боевой породы должна проходить под руководством кинолога Такими псами надо держать себя вожаком, продемонстрировав главенствующее положение сразу В то же время в отношении со стафами необходимо избегать принуждений и насилия Стоит пресекать малейшие попытки проявления агрессии в адрес других собак Приучать своего пса спокойно вести себя в людных местах Стафу важен постоянный контакт с хозяином и в долгие прогулки Он может быть хорошим другом детям Она прекрасно работает на дресс-площадках От нее получаешь удовольствие на прогулках Это собака, которая может все, а единственное, что она не может ничего не делать Бытует ошибочное мнение, что стафарширские терьеры непригодны для содержания в семье, где есть дети На деле нет друзей вернее и заботливее этих псов Людмила, куратор команды «Амстап», знала об этом, когда забирала симбу из вауны города И ее ничуть не смутило наличие дома маленького ребенка Я его забрала к тебе как на передержку для социализации, чтобы посмотреть, как он вообще будет себя вести в семье Как он будет относиться к моему ребенку, к моей собаке с дальнейшим пристройством То есть это была уже не первая собака на передержке, это была там 10-я, 15-я, я уже не помню Было видно, что собака и ребенок нашли общий язык сразу, моментально И мы с мужем подумали, подумали, наверное, недельки-две Ребенок просил мне отдавать симбу И симба как бы играл с ребенком и в прятки, и в загонялки То есть никаких вопросов у них Он никогда на него не гавкнул, не рыкнул, не толкнул, не пихнул Я люблю симбу, потому что он хороший, добрый дом Очень хочется, чтобы у печальных историй был счастливый конец И каждый пес, выхаживаемый командой, находил дом, в котором его ждет только любовь и забота За время существования Амста в команде Немногим меньше ста воспитанников уже попали в семьи И чувствуют себя превосходно Питбуль Лора – замечательная трехлетняя девочка Которая все еще ищет свой дом Когда-то у нее была семья Хозяйка воспитывала породистую собаку для участия в спортивных соревнованиях Но у Лоры больное сердце Вероятнее всего, что именно это стало причиной того, что Лору сдали на Бурского Так в одночасье перевернулась с ног на голову Привычная и размеренная жизнь ничего не понимающей собаки Пережив предательство, Лора по-прежнему верит людям И очень любит женщин К мужчинам относится осторожно, а детям терпимо Мы бы хотели видеть хозяйку Молодую девушку, энергичную Которая имела опыт с собаками И в принципе знает, как себя с ними вести Лорка требует немного особенный уход У нее есть аллергия на некоторые продукты Что бы еще хотелось видеть в хозяйке Это интерес к технологическому спорту Так как Лорка будет этого требовать Ну и в принципе, я думаю, человек сам будет рад открыть для себя новую стезю Новое хобби, работая с этой собакой У нас есть возможность, есть кинологи, которые с радостью помогут этому новому хозяину Как знать, может именно вы тот человек, который сумеет занять главное место в большом, но хрупком сердце питболе Хиллоры Команда Амстаб с радостью и благодарностью принимает любую помощь, которую готовы оказать сторонние люди Мы бы с большой радостью приняли бы помощь в качестве корма В качестве амуниции В качестве медпрепаратов, в частности антибиотиков Потому что, как правило, после того, как мы забираем собаку с фауны города Она требует лечения Если у вас возникло желание приобщиться к Амстаб-команде Или помочь по мере возможности Звоните по телефону, который вы видите на экране Все истории, которыми полнится архив Амстаб-команды, трогательны по-своему Собака никогда не сможет понять предательство Как не всякий человек в состоянии постичь глубину собачьей привязанности Всегда найдется тут, кто способен отдать совершенно здоровое животное на усыпление Или выбросить питомца на обочине дороги Печальный напрашивается вывод Человек, венец творения и царь природы Таит в себе куда больше жестокости и злобы Нежели собака, которую общество окрестило машиной смерти Но если задуматься, кто же из этих двух На самом деле получается более человечным Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok